Сохрани себе жизнь. Под таким названием 29 января единый классный час прошел и в 43-й школе хутора Барониковского. С подробностями наши корреспонденты. Буквы разные писать, вычитать и умножать. Книжки добрые любить учат в школе. Сейчас к этим словам можно еще добавить, что в школе учат, как избежать опасности и сохранить жизнь и здоровье, если беда все-таки случилась. По рекомендации Министерства образования, науки и молодежной политики было принято решение провести 29 января единый классный час с таким названием «Сохрани себе жизнь». На этих классных часах их проводили классные руководители. Классные часы были проведены во всех школах в каждом классе. И здесь затрагивалась тема профилактики наркомании, профилактики поведения несовершеннолетних на дорогах, потому что, к сожалению, у нас есть случаи, когда дети наши страдают на дорогах. Ознакомить школьников с чрезвычайными ситуациями, порядком действия при их возникновении, обобщить знания о стихийных бедствиях и сигналах гражданской обороны, воспитать навыки самодисциплины, организованности, уверенности в своих силах и стремлении помочь тем, кто в этом нуждается. Вот главные цели и задачи единого классного часа «Сохрани себе жизнь». Как и во всех общеобразовательных учреждениях района, в школе номер 43 хутора Баранниковского на прошлой неделе такой урок тоже состоялся. Сегодня нашим пятиклассникам предстоит узнать о том, как опасно шутить по поводу ложных звонков об угрозе террористических актов, что значит проявлять бдительность. Сегодняшний наш урок – это продолжение разговора о том, как многое зависит от каждого из нас для того, чтобы остаться в живых, для того, чтобы всё было хорошо, и каждый был здоров, цел, невредим и счастлив, вернулся не только домой, но и вообще жил в этом мире. Классный час проходил в очень необычной форме. Это была не просто лекция о том, как нужно соблюдать безопасность в тех или иных ситуациях. Скорее, это была оживлённая беседа. Дети отвечали на вопросы учителя, выполняли задания у доски и рассказывали стихи на тему безопасности жизнедеятельности. Всё выполняет так, как надо, а люди помнить о себе, чтобы не погасла наша радость, чтобы устоять в любой беде. Также на классном часе присутствовали школьный фельдшер Татьяна Алзанова и преподаватель основ безопасности жизнедеятельности Алексей Василюк. Он рассказал ребятам, куда нужно звонить, если произошло чрезвычайное происшествие, и взрослых нет рядом. После чего школьники применили полученные знания на практике, сымитировав ситуацию телефонного звонка в службу скорой медицинской помощи. Кубанская 1А, человеку плохо. Я землянская Виктория, учусь в пятом классе. Фельдшер школы Татьяна Алзонова рассказала, как оказывать первую медицинскую помощь и показала приемы на учебном манекене. Помимо этого, ребята открыли для себя еще много новых знаний о правилах безопасности. Я узнала очень много интересного. Нельзя разжигать костры на местности, где обитают животные и растут разные растения. Мне очень понравился урок, потому что я узнала очень много интересного и нового для меня. Увлекаться. Мне надо спички кидать, чтобы ничего не зажигалось. Я узнала очень много о том, как правильно делать ситуации, когда загорается дом, или просто газ выключать. Мне очень понравился этот урок. Очень увлекательно. Самое главное, что полученные знания во время классного часа пойдут на пользу ребятам. Ведь каждый из них теперь знает, как себя вести в чрезвычайной ситуации и что нужно делать, если кто-то оказался в беде. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».